МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Школьникам упростят выпускные экзамены в этом году. Из-за пандемии коронавируса девятиклассники не будут сдавать экзамены по выбору, а аттестаты получат на основании только двух ГИА по математике и по русскому языку. Для одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в ВУЗы, ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен по этим же двум предметам. Тем не менее, для поступления в колледжи и университеты школьникам нужно будет сдать ЕГЭ по русскому языку и по необходимым дисциплинам. Дети-инвалиды после одиннадцатого класса выберут, будут ли они сдавать государственный выпускной экзамен или ЕГЭ по русскому языку. К другим новостям. Ежегодно 3 марта в мире отмечают Международный день охраны здоровья уха и слуха. Инициатором праздника стала Всемирная организация здравоохранения. Этот день призван привлечь внимание к проблемам людей с ограниченным слухом. Сегодня таких в мире почти 500 миллионов из них, более 34 миллионов – это дети. Не кидайтесь прибавлять звук. Это не технический сбой. Тишина – мир, в котором приходится жить людям с ограничениями слуха. Им недоступны привычные для нас вещи – насладиться музыкой или посмотреть телевизор фоном. И тем не менее, это полноценные люди, которым по силам многое, если не все. Яркий тому пример – история Андрея Калинкина. Он сумел сделать то, что не удается многим людям – найти работу, которая делает его счастливым. Я действительно, но отсутствие слуха, не мешает, не снимается. Любимым силам коры, наоборот, моя любимая работа, силы от меня вырыли сильнее. Я не чувствую себя не так, как все. Стрижет клиентов молодой человек особой золотой машинкой. Ее он выиграл прошлым летом у коллеги из Самары в инстаграм-конкурсе. Это далеко не единственное соревнование, в котором молодой человек оттачивает свое мастерство. Свободного места на стене под сертификаты остается все меньше. Общий язык с клиентами Андрей находит легко. Интересующую модель прически выбирает по фото или через телефон. Люди с ограниченным слухом могут найти себя практически в любой профессии. Сейчас, за последние годы, уже сформировано множество государственных программ, где люди с ограниченными возможностями, не только по слуху, но и по зрению, и любые там многие синдромы, типа когда ЦП, могут быть трудоустроены официально, с полным соцпакетом. Различные организации, но чаще всего это, конечно, государственные и муниципальные организации. Причин ухудшения слуха много. Производственные травмы, врожденные дефекты, перенесенные воспалительные процессы. Часто предотвратить или изменить ситуацию невозможно, и люди учатся жить в реалиях без звуков. Но нередко к проблемам со слухом приводит халатное отношение к своему здоровью. Естественно, молодежь, призывая всех, конечно, индивидуально в отношении наушников, громко слушайте музыку. Вы все наши будущие клиенты. Кто-то раньше, кто-то позже, но мы с вами встретимся с учетом того, что свои волосковые клетки, а это рецепторы, которые переводят импульс головного мозга, вы просто собственноручно убиваете, но зато имея кратковременное удовольствие от громкого прослушивания музыки. К врагам хорошего слуха врачи также относят ватные палочки. Отказываясь от них и от громких звуков в наушниках, вы защищаете свое здоровье. Полноценно жить в тишине можно, это доказывает пример Андрея. Но если есть возможность этого избежать, лучше ею воспользоваться. С 5 по 8 марта в Сарове пройдут рейды по пресечению несанкционированной торговли цветами. В них примут участие специалисты Департамента экономического развития и представители полиции. Торговля вне специально отведенных для этого мест, нарушения, за которые предусмотрены штрафы. При обнаружении стихийных торговых точек обращайтесь в полицию по телефону 60504. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамента экономического развития. В другом возможность поесть 24 часа в сутки. В третьем алкогольные напитки включены, а в четвертом нет, отметили в Ростуризме. Чтобы устранить недопонимание со стороны туристов, ведомство планирует скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «Все включено» и «Ультра все включено». Многофункциональные центры Нижегородской области увеличили время работы. Теперь они будут вести прием документов от заявителей 6 дней в неделю с 8 утра. Сейчас проходит централизация сети МФЦ. Многофункциональные центры станут единым юридическим лицом. Одним из этапов перехода к единому стандарту работы сети МФЦ стало приведение режима работы в соответствии с удобством граждан. 3 марта во всем мире отмечают День писателя. Это праздник литераторов, романистов, сатириков, поэтов и драматургов людей, которые способны с помощью слов создавать целые миры. Об одной из ярких представительниц этого ремесла расскажем в следующем репортаже. Саровскому литературному объединению «Радуга» в этом году исполняется 60 лет. В нем собрались одни из самых уважаемых писателей-поэтов в масштабах страны и за ее пределами. Елена Кашева – яркий тому пример. Она начала писать в 15 лет сначала стихи, потом небольшие повести, которые переросли в крупные произведения. Первая публикация была в журнале «Ни два, не полтора», мне было 16 лет. У меня была небольшая повестушка, мы даже не могли найти жанр придумать, потому что я написала, потому что рассказ не тянуло, на повесть тоже не тянуло, придумали жанр такой, повестушка. А серьезной прозой я стала заниматься уже после 20 лет, после того, как у меня родился ребенок, старшая дочка. И в какой-то момент я поняла, что желание рассказывать истории настолько сильное, что просто непредалимо. По мотивам повести Елены Кашевой «Рассмешить бога» в 2006 году сняли одноименный фильм, который в тот период стал одним из самых рейтинговых на российском телевидении. У автора же экранизация вызвала неоднозначные эмоции. Все было не так, и это можно было снять лучше и намного красивее. В рамках того же самого бюджета это всегда вопрос к тому, кто отвечает за этот фильм. У этого проекта не самая счастливая судьба, как мне казалось. На самом деле, независимо от моего мнения, есть объективные обстоятельства и факты. Фильм получил самую высокую долю и самый высокий рейтинг в 2006 году. То есть я могу как угодно сопротивляться тому, что случилось, но зрители этот фильм приняли и полюбили. Чтобы войти в топ современных писателей, представителям этого ремесла приходится сильно потрудиться. Стучаться в закрытые двери крупных издательств, активно продвигать себя в медийном пространстве. Порой выбирать провокационные сюжеты. Но иногда популярность мешает творцу, ограничивает его. По словам Елены, качественную глубокую литературу сейчас чаще можно встретить в провинциальных городках за неприметными обложками. Саровченка Елена Бабинова выиграла конкурс костюмов для Нижегородского губернского оркестра. Именно в этом костюме предстанут музыканты на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. Победу Елена Бабинова посвятила своему папе-дирижеру военного духового оркестра Николаю Венгерову. О конкурсе эскизов Елена Бабинова узнала только в конце января. Дизайнера женской одежды привлекла возможность попробовать себя в чем-то новом. Поэтому она и решила принять участие в создании эскизов мужского оркестрового костюма. Рисовать их от руки было долго, и Елена решила обратиться за помощью к своей однокурснице Жанне Коченович. Ее коллега из Великобритании отлично рисует в компьютерной программе. Так и образовался творческий тандем. Вообще мы перекидывались во всех мессенджерах и фотографиями старинными, и современными. И искали какие-то решения, и пришлось мне даже вспомнить, почему вышивка. Потому что в Нижнегородской области было славно золотное житье. Вот, если знаете, в Арзамасе у нас в монастыре вышивальщицы вышивали одежду с золотыми нитями. На подготовку конкурсной работы ушло 4 дня. Дизайнеров вдохновил показ «Прада» 2012 года. Сюртуки и стильные костюмы демонстрировали голливудские актеры Гэри Олдман, Уильям Дефо, Эдриан Броуди и Тим Рот. Елена и Жана отправили на конкурс несколько вариантов цветовых решений. Оставили черные брюки, красный сюртук для музыкантов и белый для дирижера. Помимо эстетического вида, костюмы также должны быть удобными. Музыканту надо играть, наверное, они будут вставать и садиться. Именно поэтому у нас полочки закругленные, открывающие брюки. Именно поэтому застежка только до талии. Поэтому у нас на спинке идут глубокие складки и разрез. Там правильный окат, карманы, все вот эти вещи такие. Водолазка, а не рубашка. Готовые костюмы планируют продемонстрировать на фестивале моды «Матрешка Фэшн Вик-2021». Игра в кино прошла в молодежном центре. Три команды студентов из СРФТИ, Медицинского колледжа и политехникума искали ляпы в известных фильмах, разгадывали киноребусы и пытались угадать название по саундтреку. Подробности далее. Герой, он спасет СРФТИ. Это человек-технарь. Именно такой супергерой получился бы, если Питера Паркера в известном фильме укусил студент СРФТИ. Фантазийные и юмористические сценки были домашним заданием участникам вечера кино. Его для саровских студентов организовала ивент-команда молодежного центра. Игра в кино. Основная ее суть, то, что проверить, насколько хорошо знают ученики техникумов города Сарова, фильмы и их названия, а также из них известные киномемы. Кроме забавных картинок, студенты СРМК, СПТИ и СРФТИ отгадывали актеров по их детским фотографиям, фильмы по саундтрекам, а также искали киноляпы. За правильные ответы игроки по традиции получали баллы. Пока жюри подсчитывало их количество для каждой команды, перед ними выступили солисты вокальной школы-студии «Дива». По результатам игры первое место досталось студентам СРФТИ. Весело очень провел время, было очень интересно, была такая напряженная борьба, но мы победили. Видимо, пересмотрел фильмов на изоляции, так что все получилось. Победители получили заряд положительных эмоций и билеты на просмотр любого фильма в кинотеатре города. На выходных они, вооружившись попкорном, смогут пополнить свою кинокопилку новой картиной. Лучший подарок тот, что сделан своими руками. Библиотека Пушкина приглашает юных саровчан на мастер-классы по изготовлению праздничных открыток для мам и бабушек. Мастерские открыты каждый день. Как попасть на них, расскажем далее. У каждой мамы есть коробочка, куда она складывает поделки детей. Первые неловкие рисунки, склеенные маленькими ручками открытки. И, как правило, 8 марта эта копилка творчества всегда пополняется. Юлия Цебуцинина для своей мамы смастерила уже десятки подарков. Она меня обнимает и говорит спасибо. Бумажные букеты, объемные открытки и коробочки с сюрпризом. К 8 марта в библиотеке Пушкина подготовили несколько мастер-классов по изготовлению подарков для мам и бабушек. На них ждут всех желающих. Занимаются с детьми каждый день с 9 утра до 6 вечера. Предварительно записываться не нужно. Настя Ефимова побывала на всех мастерских. К празднику девочка уже готова. Мне очень понравилось склеивать цветы. Сначала нужно делать из полосочек, сложить вместе, а потом склеить. А потом эти полоски нужно клеить между собой. Получается цветочек. Никаких специальных умений для участия в мастерских не нужно. Не нужно и брать с собой бумагу и инструменты. Библиотекари все подготовили сами. Чтобы сделать подарок для мамы, достаточно просто зайти и заявить о своем желании. Самый главный подарок для мам, бабушек – это как раз подарок, сделанный руками их детишек, малышей от чистого сердца. Прийти на мастер-классы можно с родителями или самостоятельно, например, по пути из школы. Мастерские в Пушкинке будут работать до 13 марта. В Нижнем Новгороде прошел традиционный турнир по подминтону, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Саровские спортсмены обыграли многих своих конкурентов и заняли высшие ступени пьедестала почета. Подробности далее. С Нижегородского турнира, посвященному Дню защитника Отечества и 8 марта, саровские биатлонисты вернулись с массой наград. Копилка взрослых спортсменов пополнилась медалями за игры в парной категории. Вячеслав Никитин и Кирилл Торопов взяли золото, несмотря на то, что из-за пандемии долгое время не тренировались. Ну, год не занимались. На самом деле, поехали просто попробовать свои силы. Начали сначала играть, конечно, было просто отвратительно. Хотелось уйти просто с площадки, сказать, нет, все, не наше. А потом потихоньку вкатывались, вкатывались. И на самом деле, к финалу уже, когда мы играли за первое место, ну, это уже было похоже на бадминтон. Юные бадминтонисты от своих коллег не отставали. Владимира Князева три с половиной года назад в спорт привел папа. С тех пор юноша с ракеткой не расстается. В бадминтоне видят одни преимущества. Он развивает зрение, у кого зрение плохое. Он развивает скорость, дыхалку. Мы отрабатываем часто подставки и скидки. В Нижнем Новгороде Владимир занял третье место в одиночной мужской категории группы «Д». На этих же состязаниях первое место в одиночной женской заняла Боровкова Алена. Было сложно, но я старался. Мне все получилось. И было, я победила. Сейчас Алена готовится к первенству России по спорту глухих. Взрослых же бадминтонистов впереди ждут городские соревнования 14 марта и традиционный турнир памяти Василия Баталова 20 марта. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»